Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И мы постоянно видим в нашем поисковике, как нас запрашивают наши уважаемые коллеги. И очень-очень много запросов идет по поводу функциональных проб. Всего их 4. Это простая зрительно-моторная реакция, сложная зрительно-моторная реакция, реакция на движущийся объект и таблицы Шульте. И задают вопросы, что такое психологическая реакция, что такое ПЗМР, что такое СЗМР, что такое РДО. И эти вопросы постоянно-постоянно проскакивают. Я неоднократно снимал по этому поводу видео, рассказывал об этих реакциях, о том, что они измеряют. Это 4 стандартных психологических пробы, не методики, не теста, не опросника, а именно пробы, которые дают информацию о функциональном состоянии центральной нервной системы человека. Это самые простые, самые элементарные вещи, которые можно узнать о человеке. И они же являются основой основ, вот именно согласование вот этих двух слов психология и физиология. Вот на стыке этих двух наук мы функционируем, лаборатория работает, психофизиология, то есть мы исследуем психику человека на основе каких-то его физиологических параметров. Так вот, основа-основ физиологических параметров, диагностики этих параметров, она как раз и лежит вот на этих четырех пробах. Простой зрительно-моторной реакции, сложной, РДО и Шульте. Итак, вот на примере ПЗМР вы сейчас на своих экранах видите, собственно, из чего все это состоит. Давайте прочитаем. Простая зрительно-моторная реакция. Время простой зрительно-моторной реакции характеризует скорость проведения возбуждения по рефлекторной дуге. Время простой зрительно-моторной реакции является интегральным показателем, основную роль в котором играет проведение возбуждения по центральным образованиям, что позволяет рассматривать время простой зрительно-моторной реакции в качестве критерия возбудимости, ну и, соответственно, процессов торможения центральной нервной системы. Показатели ПЗМР наиболее информативны в оценке силы слабости нервных процессов. Таким образом, ПЗМР позволяет исследовать основные нервные процессы. Пробы ПЗМР, ИССМР, ИРДО и таблицы Шульте направлены на оценку функционального состояния ЦНС. В основе оценки функционального состояния ЦНС лежит анализ уровня и стабильности сенсомоторных реакций человека в ответ на световые раздражители. Простая зрительно-моторная реакция используется для исследования уровня активации центральной нервной системы, сложная зрительно-моторная реакция для исследования операторской работоспособности, так называемой не специфической работоспособности человека, а главным образом для оценки психофизиологической стрессоустойчивости центральной нервной системы человека. Соответственно, суть ПЗМР то же самое. Мы рассчитываем ряд показателей, высчитываем среднее значение моду, среднеквадратичное отклонение, амплитуда моду, коэффициент вариации, вариационный размах. Там достаточно сложная формула, но она стандартна, она стабильна. Эта формула применяется как при расчете ПЗМР, так и ССМР, и РДО, и Шульте. Соответственно, надо добавить еще важный момент, почему Шульте стоит немножко особняком, по той причине, что там дополнительно исследуется еще так называемое активное внимание человека. Есть пассивное внимание, есть активное внимание. Когда вы идете по улице и ни о чем особо не думая, допустим, с работы домой, у вас функционирует в основном пассивное внимание. То есть вы не задумываетесь над том, где вы идете, как вы идете, не думаете, как вы ноги переставляете и так далее. А есть активное внимание. Шульте, таблицы Шульте, позволяют оценить скорость переключения нервных процессов нервной системы человека, и, соответственно, оценить активное внимание, его качество и переключаемость. То есть концентрацию, если говорить точно верно, концентрацию внимания и переключаемость активного внимания, позволяют оценить методика таблицы Шульте. Она стоит несколько особняком. Тут речь идет о более низком процессе, более узком. Это вот именно концентрация активного внимания. А ПЗМР, СЗМР и РДО, они направлены именно на оценку функционального состояния человека. Подчеркну тот момент, что по нашему опыту, мы твердо в этом убеждены, использовать одну какую-то функциональную пробу, предположим, ПЗМР, без СЗМР и РДО, не имеет смысла. Сейчас я вам это продемонстрирую и покажу почему. Одним словом, формула ПЗМР, все на математике строится, все на средних статистических расчетах. Это вот те показатели, которые снимает ПЗМР. Далее, значит, опять же, да, тут идет теория. Можно, что позволяет делать та или иная методика ПЗМР с СЗМР и РДО. Оценить работоспособность человека. Выявить группу риска. Разработать индивидуальную границу нормы для каждого человека. Вот так это выглядит в табличном отношении. То есть мы рассчитываем, что рассчитывается, как рассчитывается. Большая таблица. И тут основная формула не показана, но основные показатели приведены. Что мы берем? Рассчитываем опережение, пропуск, евроационный размах, коэффициент вариации, среднеквартическое отклонение, моду, амплитуду моды и так далее. В конечном итоге, тут речь идет, сейчас у меня открыта инструкция ПККД, в которой описано функционирование наших программ автоматизированных методик проб ПЗМР с СЗМР и РДО. Я читаю прямо с листа. Эта инструкция во всей полноте оценок этих трех проб позволяет раскрыть содержание. И то, что дает нам оценка по этим трем функциональным пробам ПЗМР, СЗМР и РДО. Соответственно, можно оценить работоспособность человека. Работоспособность не специфическую с точки зрения центральной нервной системы. Не ту работоспособность, то есть отчасти устал, не устал, проработал целый день, неважно умственный труд, физический труд, устал человек, утомился. Давайте проведем эту оценку в начале рабочего дня, в середине рабочего дня и в конце рабочего дня у работника. Мы увидим существенное различие между этими тремя показателями, полученными в течение одного рабочего дня. Почему иногда мы пишем нашим обследуемым лицам просьбу, допустим, он прошел в 5-6 часов вечера обследование, прошел по этим трем методикам. Мы им пишем, будьте добры, уважаемый Иван Иванович, пройдите обследование утром в оптимальном функциональном состоянии. То есть без каких-то моментов истощения, утомления функционального состояния человека, его физиологии. Соответственно, неспецифическая работоспособность, как основной критерий оценки человека, некий интегральный показатель. Вот здесь вот она приведена. Можно оценить ее как высокую, среднюю и низкую. То есть в конце рабочего дня мы отчетливо наблюдаем снижение неспецифической работоспособности человека, оператора или работника. Любого человека, неважно чем он занимался, это существенным образом меняет его состояние, функциональное состояние. То же самое, очень подробно прописано, как оценить возбудимость и тормозимость центральной нервной системы. Методика с переключением с АЗМР позволяет безошибочно это сделать. То же самое, формулы, расчеты, оценка, что это дает. То же самое, РДО, реакция на движущийся объект. То есть мы видим уравновешенность процессов возбуждения, торможения, неуравновешенность. Преобладают ли они процессы возбуждения в ЦНС или преобладают процессы торможения. Вы это все можете видеть с помощью этих проб. Четко можно оценить, насколько человек в данный момент перевозбужден или наоборот он замедлен в своей реакции. Я постоянно, очень часто привожу такой пример, что трагедия на Чернобыльской атомной станции возникла не по причине технических сбоев, а по причине того, и это установленный, доказанный факт, что оператор в Чернобыле в 1986 году поторопился, у него преобладали процессы возбуждения. Он не подумал и он сначала кнопку нажал, которая привела впоследствии к взрыву трагедии на Чернобыльской атомной станции, а потом уже подумал, что же он такое сделал. То есть процессы возбуждения преобладали над процессами торможения. Соответственно, помимо того, что можно оценить уравновешенность функционального состояния возбуждения или торможения, РДО уникальна в некотором смысле, поскольку она позволяет оценить не только динамику этих процессов, насколько они изменены, насколько человек возбужден или насколько он заторможен в своей деятельности, но уникальность методики РДО заключается еще и в том, что она позволяет, помимо ПЗМР и СЗМР, они этого не позволяют делать, а только РДО позволяет оценить стабильность или нестабильность этих процессов. То есть тут, если говорить грубо, это статика. Вот зафиксировали утром, зафиксировали днем, зафиксировали вечером, оценили. А кроме того, РДО, реакционирующийся объект, позволяет по формуле, она еще более сложна, нежели у других функциональных проб, оценить еще и динамику этого изменения. То есть это статика, а вот это динамика. Насколько эти процессы стабильны. То есть человек устал, допустим, во второй половине дня, но он до сих пор может длительно, допустим, в обеденный перерыв, когда у него наблюдается, допустим, средний уровень функционального состояния. Но РДО, плюс ко всему, позволяет оценить, насколько стабильна эта усталость. Может ли он еще продержаться 2, 3, 4 часа в послеобеденное время. Или же оно настолько нестабильное, это состояние, что оно будет ухудшаться. Чувствуете, да? Вот простыми словами, вот без всяких заморочек, пытаюсь вам объяснить самые элементарные вещи по поводу функциональных проб. ПЗМР, СЗМР, РДО и таблицы Шульте. Ну вот, собственно, и все. Здесь то, что делает наша программа, она выводит результаты, суммирует и результирует. То, что мы получаем по методике ПЗМР, обратите внимание, получаем по методике СЗМР и РДО. Уникальное сочетание этих трех методик в конечном итоге дает нам представление о допуске, недопуске к работе того или иного человека, того или иного персонала, группы людей или еще как-то. Вот сочетание именно показателей этих трех методик, оно позволяет оценить человека в целом. Вот именно вместе, совместно. Так выглядит наша кнопочная программа. Главное кнопочное окно, форма. Но это уже тема другого разговора. Одним словом, я надеюсь, что люди, которые постоянно задают вопросы и в поиске ответов на что же такое представляет из себя среднее время реакции, что такое СЗМР, что такое ПЗМР, они в этом видео найдут для себя много полезного. Если будет заинтересованность, я продолжу цикл этих видео. Очень много заинтересованных в этом людей. Ну, на этом, пожалуй, все. Если будут вопросы, задавайте их прямо под этим видео или пишите мне на электронную почту. Все это находится в контакте под видео и, соответственно, на нашем сайте. Успехов вам, удачи, всяческих благ и до новых встреч. Удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...